Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео из рубрики обзора модов. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на очередной Kenwar T680 Next Gen. Да, на канале у меня уже было видео, уже был обзор на Kenwar T680 Next Gen, но он, знаете, был такой своего рода компиляцией старого 680 и нового. Конкретно этот мод выходит из-под пера автора Фрэнк Перу, вы все его прекрасно знаете, по его Volvo VNL, наверное, самый такой нашумевший его мод. Новая имеется в виду, Volvo VNL 2018 года, которая. И, собственно говоря, он, в общем-то, сейчас работает именно над 680 Next Genом. И, в общем-то, предлагается, ребята, нам сегодня на эту машинку посмотреть. Выйти она должна совсем-совсем скоро. Ссылочку на его блог я оставлю в описании и, в общем-то, добавлять ее в закладки, в мониторте. И на днях, буквально, да, совсем, может быть, даже после выхода этого видео уже состоится выход этого мода официально. Итак, давайте посмотрим, что это такое. Сразу, ребята, говорю, это первая версия мода. Естественным образом здесь будут ошибки, но, тем не менее, все ошибки, которые я сегодня найду, я их соберу в один, так сказать, файлик, да, и передам автору для того, чтобы он эти ошибки устранял. Но первая, наверное, ошибка сразу бросается в глаза. Это немножечко кривоватое название. Хотелось бы все-таки, чтобы здесь просто было написано Kenworth T680 Next Gen 2022, допустим. Вот такое вот первое самое пожелание, которое хотелось бы. Итак, давайте для начала посмотрим на непосредственно сам грузовик. Ну, здесь уже видно, да, то, что это как будто бы цельное, что-то цельное. Когда мы смотрели на тот 680, там прям вот сразу при первом взгляде было ощущение того, что просто передок ему присрали от новой машины и все, все остальное как бы, ну, старое. По факту, как бы оно так и есть на самом деле, да. Но здесь все это смотрится целостным каким-то, что ли, не знаю, как будто ее лепили из одного куска пластилина. Ну и, кстати, эта модель, она, насколько я понимаю, была когда-то платная. Ну, то есть она и сейчас платная, ее можно найти на сайте с 3D-моделями. И, в общем-то, человек этим и занимается, он покупает именно платные модели и конвертит их непосредственно в игры. Ну, честно признаться, да, моделька классная. Здесь у нас, посмотрите, уже Flow Below стоит, плюс ко всему задние крылья стоят. Естественно, проработка и детализация рамы. Седло, оно уже пятое колесо. Все кабели, даже у нас, обратите внимание, есть EP-юшечка. То есть, ну, здорово, здорово. Это реально здорово. Модель очень классная сделана. Вот эти огромные лопухи пластмассовые здесь висят. Я думал, это колхоз какой-то, а нет. Это, оказывается, так оно и есть. Ну что ж, давайте будем посмотреть, ребята, что это такое. Что здесь у нас имеется. Естественно, у нас имеется кабина Daycap. Это малютка вот такая вот, на которую ставится короткое шасси. Дальше у нас имеется кабина Midroof. Ну, в принципе, она средней высоты, назовем это так. Но по длине, в принципе, она уже весьма-весьма даже большая. Дальше у нас имеется High Rise. Это, соответственно, кабина повыше. Ну и самая большая, это High Rise Sleeper Box. Она называется. Не понял. А-а-а! Нифига, ребята, вот это меня сейчас клинануло. У меня полэкрана было заграждено, я не увидел. Вот смотрите, это тандем, что ли? Ни хрена себе, гидролифт. Да ладно, я такого не видел раньше. Блин, давайте именно на этой базе построим обзор. Вот мне прям это дико интересно. Давайте для начала, окей, возьмем обычное шасси. Просто посмотрим, какие варианты у нас тут имеются. Короткое 6х4 для Daycap в двух вариантах. Один 150 галлонов в бак, другой 200. Ну и дальше, соответственно, у нас идут 2х6х4, опять же, с разными баками. Ну и бокс, вот это вот шасси, где у нас кабина остается той же самой. Просто лопухи вот эти пластмассовые убираются. А сзади у нас полновесный тандем, господа. Прицеп, ну, наверное, к сожалению, мы к нему не прицепим. Скорее всего, да, наверное, мы к нему прицеп не прицепим никоим образом. Хотя хотелось бы на самом деле. Почему нет? Блин, это очень даже бы круто выглядело по большому-то счету. Обалденно вообще. По движкам, господа. Ну, в принципе, весьма стандартный набор. Здесь, к слову, поддерживаются звуки от Кричбаума. Поэтому, как бы, в принципе, без проблем. Если у вас есть пак его звуков, пожалуйста, вы можете выбрать любой из них. И сюда поставить и с ними покататься. Ну, так как это Kenward, я бы все-таки, наверное, поставил какой-нибудь Паккар. Ну, например, вот этот на 455 лошадиных сил. По трансмиссия Нитаны, Эллисона. И здесь все дефолтное, поэтому нет особо смысла заморачиваться. Салон, господа. Да, салон тут у нас уже идет прям-таки свой. То есть, в том все-таки моде у нас был салон от 680-ки. Кое-как криво через сраку, через лес был переделанный. А здесь прям салон очень хорошего качества. Вы посмотрите, какие классные текстуры. Но есть минус. Подлагивает. Я очень чувствую то, что подлагивает. Я чувствую то, что сел фпс. Скорее всего, потом будет производиться, как обычно, оптимизация этого мода. Но, тем не менее, то, что мы сейчас с вами имеем, ну, согласитесь, выглядит очень здорово. Прямо я-таки даже сказал бы, наверное, на уровне официального грузовика. Ну, блин, классно. На самом деле, классно. Никаких дыр. Ничего нет. Приятные текстуры. Приятная модель сама по себе. Приятные все клавиши. Руль. Кстати, руль похож на DAF-овский. Офигенно похож на DAF-овский, ребята. Прямо как будто бы это с нового XJ стоит здесь DAF. Ой, руль, точнее. Офигеть. Вот это прикол. Так, а какие у нас тут есть... Ваа, вот это да. Вот это мой любимый цвет салона, ребята. И такой, знаете, светло-коричневый и темно-коричневый. Это самое лучшее сочетание, как мне кажется, цветов, которое может быть мега приятно. Есть, конечно, второй такой вариант. Ну, первый у нас как бы с вот этой вот стежкой, да. А второй без этой стежки, соответственно. И где у нас эти стежки стоят? На, соответственно, дверных картах вставки у нас есть. На спалке и на второй полке снизу. И чем еще отличается второй вариант, да, здесь у нас добавляются дополнительные датчики. В первом варианте их нет, казалось бы, типа, они наоборот должны здесь быть, потому что вот эта стежка, стяжка, там, не знаю, как правильно называть, как хотите, это, ну, все-таки признак богатой комплектации, как я думал ранее. Здесь, ну, как-то по-простому, и датчики стоят. Я бы местами просто их на самом деле поменял, и, наверное, бы все. Ну, и серый вариант, да, мы уже его с вами видели, здесь абсолютно та же самая история. Но нет, определенно, я пожертвую, конечно, ребята датчиками, да, я, наверное, оставлю такой вариант. Хотя нет, для обзора надо, чтобы было максимально все, проверим. Далее, по покрасочке кузова, давайте будем смотреть, что здесь есть. Ну, естественно, она поддерживается, здесь какие-то более-менее заранее подготовленные цвета есть. Есть цвета металлик, но почему-то не выставлены здесь иконочки, хотя прям видно то, что это дефолтные все цвета, ну, не знаю, почему это так было пропущено. Мне в металлике он не нравится, ребята, честно скажу, не нравится. Вот, кстати, я уже баг нашел, смотрите, дыра какая. Видите вот эту дырку? Вот она просвечивается. И здесь вот как-то, ну, сама вот модель салона какая-то странная. А, у нас почему-то вообще как бы типа все пропало. Хм, интересненько, интересненько. Это вот именно с этим только шасси, что ли, идет? Ну-ка, давай поставим обычное. Да, здесь, смотри, все хорошо, здесь нормально. То есть, получается, эта история только связанная с... А, нет, смотри, все нормально. А в чем прикол? Хотя нет, все равно дырочка есть. Ну-ка, подожди, сейчас посмотрим. Нет, все нормально. То есть, значит, получается, это как-то подвязано на салон. Давай вытащим этот баг. Да, это подвязано на салон. То есть, как-то мы меняем салон. Видимо, вот этот светлый цвет салона, он косячится с этой кабиной, наверное, в принципе, да? И получается вот такая вот история снаружи, прям, ну, совсем-совсем нелицеприятная. Ну, ладно, тогда пожертвуем цветами. Просто возьмем богатую кабину, хорошую комплектацию. Ну, другого немножечко цвета. Здесь, в принципе, все нормально. Вот видите, баги, это как бы такое. Мы их обязательно должны были найти в этом обзоре, чтобы просто автору их передать. И чтобы он знал, что конкретно ему нужно исправить. Теперь, друзья, переходим к тюнингу. Колес здесь, ну, как водится, никаких нет. Стандартные колесные диски. Резина здесь поддерживается. Мишлиновская, пожалуйста, из DLC без каких-либо проблем. В этом месте флажки, пожалуйста, подвешиваются. Фары передние. Ну, это просто реально произведение искусства какое-то среди грузовиков. Как будто бы BMW-шные какие-то, не знаю, фары здесь стоят. Выглядит очень круто. Это стандартные. Дальше у нас имеются вот такие вот оранжевые поворотнички. Они, ребята, бегают. Тут тоже весьма криво-косо. Это все автору будет передано, конечно же, да. Но просто имейте в виду то, что бегающие поворотники тут тоже у нас присутствуют. Вот такой стандартный здесь есть цвет. И свет, и цвет. Но видите, то, что они моргают, мерцают. Здесь, скорее всего, вшиты, ну, как типа мигалочки, что-то, не знаю. Ну, колхоз, как по мне, конечно, какой-то лютый. С завода, наверное, думаю, вряд ли бы такое ставили. Поэтому, ну, просто имейте в виду. Схромированный какой-то, почему-то красной подложкой у нас с маской, да, идет фара. Это что, типа со стандартной комплектации? Просто, смотри, обычные поворотники с лампочками. Ну, прикольно, будем знать. То же самое, соответственно, с хром-маской, с крашеной маской. Хотя вот они, в принципе, практически одинаковые. Ну, просто, видимо, какая-то тоже ошибка. Здесь еще одно то же самое моргает. Еще то же самое, еще то же самое. Ну, поставим вот эти с черной маской, чтобы посмотреть, как проверить... Точнее, проверить и посмотреть, как работают поворотники. Здесь у нас снизу, естественно, 4 типа кенгурятника дефолтных. Плюс ко всему есть 2, прям чисто вот под этот 680-й кенворд. Ну, пока ставить их не будем, просто имейте в виду, что они есть. Здесь у нас меняется бампер. Вот такой стандартный, полностью под пластик, так скажем, сделанный. Опять же, под пластик, но уже с туманками. Элемент роскоши нам здесь добавили. Окрашенный вариант. Окрашенный с туманками, хромированный и хромированный с туманками. Ну, в принципе, они все смотрятся неплохо. И красный с хромом, ну, вроде бы даже каким-то образом, в принципе, сочетается. Поэтому давайте я, наверное, именно такой вариант и оставлю. Здесь у нас решеточка. Стандарт, под покраску, либо хром. Конечно же, хром. А здесь у нас что? А, здесь у нас ободочек. Я понял. Также оставим под хром. Вот такая вот мухобойка. Я их не ставлю давным-давно. Зеркала на капоте. Ну, такое себе, не знаю. Они как-то смотрятся. Ну, вообще здесь они, если честно, не смотрятся. Поэтому лично я их ставить не буду. Просто имейте в виду, что они есть. Здесь хромированные накладки на крылья и, соответственно, на мордашечку. Вот так вот они пошли. Тоже прикольненько выглядит. Весь хром поставим, я чувствую. Вот такие накладочки у нас идут сюда вместо, ну, типа, то место, где когда-то там, да, у предков стояли фильтры. Здесь еще одни хромированные накладочки на двери. Здесь у нас, ребята, зеркала под пластик. Стандартные, крашеные, эксклюзивные под хром. Камеры, господа. Да ладно! Камеры? Вы серьезно? Ни хрена ж себе. А почему так? А смысл какой, если это можно такие же зеркала сделать? Вот это очень интересно. Ну, кстати, реально, смотрите, зеркала, планшеты добавились у нас в салон. Блин, надо будет на это посмотреть обязательно. Этот вариант, ребята, оставляем, безусловно. А, здесь дальше у нас что? Дверь может быть поставлена полностью с двух сторон. А чем они отличаются? Я, если честно, так и не понимаю. То есть, это абсолютно одинаковая история, но можно поставить и окно. Ага! То есть, здесь, получается, туда можно счетерить с салоном. Смотрите, мы выбираем вот такой салон. Дальше переходим в тюнинг. Видим то, что у нас тут есть косяк. Раз, окошечко поправили. И вроде бы нормально. Можем его полностью убрать. Можем его поставить. То есть, ну, просто вот надо как-то это все дело запараллелить. И вот эти вот маленькие, вот они здесь дырочки, вот такие вот имеются. Вот их прям видно. Вот их бы чуть-чуть ликвидировать и было бы вообще круто. В этом месте хромированные накладочки у нас идут сюда, как типа якобы на продолжение вот этой линии. Здесь у нас ставятся, пожалуйста, мигалочки на креплениях. Ручки. Такие простые, назовем их так, с хромированной окантовкой. Полностью вот такие вот хромированные. Ну, прям это какой-то максимальный хром, ребята. Очень-очень много хрома. Здесь у нас что? Боковые юбочки. Я понял. А, здесь меняется вот этот уголок. Окей. Будем иметь в виду три варианта, получается. Хром, краска и пластик. Ну и дальше у нас половинки, соответственно, идут. И полностью, если бы у нас был седельный тягач, то это бы все вместе с пластиком здесь закрывалось. Ну, так как типа комплектация простая, я, наверное, думаю, мы вот такие вот с вами поставим. Здесь в этом месте аэродинамический кит у нас можно влупить, пожалуйста. Как бы в этом, конечно, нет абсолютно никакого смысла, потому что сзади у нас будет стоять коробка. Но просто сам факт. Итак, сама коробка вот такая вот у нас имеется, пожалуйста. DriveVen, пожалуйста. Refer. И, кстати, да, здесь установки нет. Вот в чем прикол. Куда у нас делась установка? Я не понимаю. У нас просто добавился топливный бак и все. А установки как таковой нет. Коробка у нас, пожалуйста, имеется, на которую что-то, наверное, можно было бы когда-то наклеить, но нет. И вот такой белый рефрижератор. Ну, блин, я не знаю. Давайте просто выберем белую коробку, потому что у нее тут запаски, смотрите. Еще один топливный такой небольшой маленький бак с двух сторон ставится. Ну, выглядит, в принципе, очень даже неплохо. Здесь меняются у нас, как я понимаю, задние брызговики. Ага. Даже на крепежах вот такие есть. Ну, подожди, мне кажется, сюда надо сначала зайти. Стандарт. Ух ты. Вот. Да, вот это как-то более-менее привычно. Соответственно, Chrome. Flow Below. Еще один Flow Below. Flow Below вот такой вот. То есть здесь хрома тут крашена. Окей. Все полностью под Chrome. Aero Standard, Aero Paint, Aero Chrome. Aero Standard, Aero... Короче, здесь куча всякой ненужной ерунды, как мне кажется. Я просто оставлю вот такой обычный классический. Ну, и сзади брызговичочки. Какие-нибудь бы нам надо воткнуть. Ух ты. Тут даже с задним бампером своим есть. Ни хрена себе. Давайте оставим. Почему бы нет? С той стороны то же самое. Никакого тюнинга будки. Ну, как я понимаю, наверное, не предусмотрено. Выхлоп. О-о-о-о! Ну, это прям классика, ребята. Либо у нас скрытый выхлоп, либо, соответственно, такой прям как на классике на паровозе. Ну, я даже не знаю. Ну, просто чтобы показать, что это есть на превьюшке, ну, я думаю, да. Можно. Почему бы нет? Ну, только цвет я бы сделал, наверное, синий. Потому что синий цвет и хромы как-то и с белым. Ну, вроде бы сочетается. Итак. Блин. Вроде бы все. Здесь у нас просто уже, как я понимаю, идет тюнинг салона. Хотя нет. Смотри, здесь хромированные ветровики есть. Господи, боже мой. Сколько же здесь колхоза. Они еще и здесь могут быть поставлены. Ужас. Ё-моё. Сколько же здесь тюнинга, ребята. Это просто кошмар. Ну, и вот эти накладки даже можно сделать под хром. Это просто капец, господа. Столько здесь тюнинга. Это просто обалдеть. Давайте быстро посмотрим, что у нас по салону. Здесь, естественно, зеркала на капот. Здесь у нас меняются рули. И ся и рули тоже поддерживаются. Можно поставить стандартный старый кинвордовский руль с прошлого поколения. Опять же, он под эксклюзив у нас идет. Это у нас уже обычный руль пошел с различными видами, так скажем, центральной вставки. И, в принципе, обтяжки руля в целом. Ну, так как у нас комплектация крутая, там, типа, якобы у нас все под дерево, то мы, естественно, с вами выберем под дерево. Ну, и, наверное, да. Наверное, наверное, вот такую даже я бы себе взял. Лентяйки можно поставить. Здесь у нас ставится правое зеркало. Здесь предметы на приборную панель. Пожалуйста, без каких-либо проблем. То есть, все это работает. Ставится. Кладется. Ничего здесь у вас не пропадет. В этом месте козыречки мы уже смотрели. Здесь всяческие висячие предметы. Собственно, почему бы и нет. Здесь у нас вешается вот такая замечательная рация. Зеркала планшета у нас, как мы видим, стоят. Ну, и здесь зеркала, как бы, обычные тоже есть, да. А тут камера стоит. И сюда все это выводится. Очень мне на это интересно будет посмотреть. Здесь рычаг КПП. Ну, Эмпти это типа под автомат, наверное, скорее всего, да. А остальные уже мы подбираем из учета того, какую коробку мы с вами поставили. Ну, типа, якобы, пусть у нас будет на автомате. Тюнинг сидушки также у нас присутствует. Это из нового ивента у нас история. Кабинетики у нас не обклеиваются. Можно поставить кружку. Можно убрать дверь. Ну, и, в принципе, все. То есть, вот тюнинга именно самой спалки у нас, господа, к сожалению, нет. Здесь боковое зеркало, которое перекрыто. Так что просто будем иметь в виду то, что оно у нас присутствует. Итак, друзья, ну что ж, первая часть обзора закончена. Предлагаю перейти ко второй, посмотреть вообще, что это такое. Но я больше чем уверен, что на этой коробке грузы, к сожалению, возить нельзя. То есть, это нужно каким-то либо образом перетаскивать сюда из ЕТС. Вот этот мод на пустые трейлеры, на пустые прицепы. Ну, в общем, всю эту тандемовскую историю перетягивать сюда. И смотреть, как она будет работать. Но, тем не менее, хотя бы просто прокатимся. Посмотрим на то, как он выглядит вообще, в принципе, в игре. Так что погнали на тест-драйв. Итак, господа, добро пожаловать в будущее, да, которое шагнуло на Америку тоже. Потому что, ну, зеркала-планшеты на Америке, это крайне странная вещь на самом деле. То есть, учитывая тот факт, что есть обычные зеркала, которые больше похожи на зеркала от какого-нибудь Ford F-150, наверное, да. Но, тем не менее, все равно они имеются. У нас идет дождь, но, в принципе, для того, чтобы нам оживить машину, естественно, нам нужно подать питание. Видим то, что тут у нас несколько иная приборная панель. В отличие от того мода, который мы с вами заранее до этого смотрели. Вот так вот они, в принципе, выглядят. Ну, реально то же самое, что на DAF. Ну, абсолютно. Я не знаю, разницы, в принципе, я не вижу никакой. Только то, что у нас три зеркала целых появилось, да. Вместо того, чтобы их было два. Ну, дополнительный, как бы, комфорт. Почему бы нет? Надо бы посмотреть, как они регулируются. Итак, из анимации давайте посмотрим. Дворнички у нас работают. Капельки смахивают. Давайте в максимальном режиме их проверим. Да, отлично. Все это дело у нас работает. Снаружи дворники у нас также естественным образом анимированы. Но вот у меня есть одно такое ощущение. Знаете, с чем связанное? Вот смотрите сейчас на правый дворник. То есть, получается, капельки сами, вот когда они в кучку все собираются, они как бы идут не с левой стороны щетки, когда она в вертикальном положении, да, а как бы с правой. То есть, щетка как будто эти капли опережает. То есть, вот нужно этот момент тоже поправить. И, в принципе, я думаю, все будет хорошо в этом плане у этого мода. Так, далее. Приборная панель. Давайте посмотрим, как она у нас тут выполнена. Здесь у нас, обратите внимание, переключение коробки передач справа снизу. Вопросики, знаки вопросиков какие-то. Время, видимо, по всей видимости, слева у нас отображается. Справа температура. Далее, следующий экран у нас вот такой. Появляется капот, появляется машинка. Но это, наверное, скорее всего информация здесь о круиз-контроле должна быть и т.д. и т.п. Здесь вот такой второй экран. Это, кстати, уже более-менее похоже на реалистичное все, да. Ну, разрисовка графика в принципе в целом. Но текстура прям совсем-совсем-совсем плохая, как мне кажется. Я бы текстурку все-таки каким-то образом попытался сделать получше. Но я думаю, руку приложат авторы, которые занимаются чисто приборными панелями. Я думаю, они ее подтянут и сделают хорошей. Но что мы здесь можем вычленить? Это температуру, опять же, да. И тот пробег, который мы сможем пройти с тем количеством топлива, которое у нас есть. Второй экран более такой замороченный. Но, опять же, здесь полезной информации для нас минимум. Только, наверное, расход справа сверху у нас отображается. Да и вроде бы, наверное, в принципе, все. Я думаю, что большинство будет ездить либо с таким экраном, либо, соответственно, с таким. Ну, чтобы как-то просто это пустым не казалось. Посередине у нас такая странная стрелка. И нолик, видимо, остался какой-то баг. Ну, в общем, над приборкой, блин, реально надо работать. GPS-навигатор у нас установлен здесь, получается. Аварийка, обратите внимание, у нас моргает анимированная. Блокировочки у нас, пожалуйста, работают. Ну, видите, когда я кнопку утапливаю туда, у нас пропадает пиктограмма. Ну, и вот тут прям таким раздражающим оттенком загорается предупреждение о том, что все-таки, да, может быть жопа, если поедем быстро. Но сверху мы там видим, индикатор у нас есть. Ну, и, в принципе, это все. Ручничок, пожалуйста, без каких-либо проблем все это работает. Коробочку показал. Сам руль у нас быстро крутится, потому что у меня подключен руль АС-клавиатуры. Стеклоподъемнички, кнопочки анимированы, капельки. Ну-ка, давайте попробуем их подсобрать. И поднимаем. Либо успевают набежать, либо я не понял. Но, скорее всего, мне кажется, успевают набежать, потому что об рамку стекла там, да, собираются. Все, видно, видно, видно. Вот она, полосочка пошла. Окей, давайте тогда приступим к регулировочкам. Да, настройка сидения, естественным образом. Немножечко мы отодвинемся назад для нашего удобства. Руль регулируется, это естественно. Ну, мы его уроним, наверное, я думаю. Как, подожди, нет, ронять-то нам его не надо. Мы его чуть-чуть поднимем, так как мы инфу видели сюда. Но нам просто нужно его, получается, вытянуть чуть-чуть вот так вот наверх, чтобы было видно пиктограммы сверху. Так, здесь все. Настройка зеркал. Левое зеркало у нас корректируется, пожалуйста, без проблем. Капот левое у нас отсутствует, не работает. Капот правое отсутствует, не работает. Боковое у нас основное здесь есть, но как бы, к сожалению, не попадает. Пожалуйста. Основное, видите, вот это и вот это. То есть они у вас запараллеленные. Учтите это. Малое левое, это у нас, соответственно, вот это зеркало. И малое правое у нас, соответственно, вот этот блок в этой камере замечательно идет. По датчикам. Ну, это нам надо, я думаю, наверное, запуститься. И, в принципе, должно быть все видно. Так, ну-ка, давай запустимся. Да, у нас тут стрелка прям такая, тахометра имеется, но она куда-то пропадает постоянно. На тормоза она никак не работает. На это она никак не работает. Температура у нас 150. Ну, видно, да, какие работают. Отлично. Ага, вот на пиктограммках еще косички, видите, появляются. На поднятой оси. И так далее. И тому подобное. Ага. Ага, хорошо. Так, в общем, ребят, сейчас предлагаю моргнуть для того, чтобы посмотреть на работу системы освещения. Итак, мы находимся в салоне грузовика ночью. Ну, и, кстати, смотрите, в принципе, даже вокруг реально темно. Только имеется светфар автомобиля сзади. Но, вроде бы, как-то более-менее даже все на самом деле читаемо. Итак, выключаем, подаем питание снова. Пожалуйста, все пиктограммы у нас загораются. Вот такая вот у нас подсветочка на габаритах. Ближний светфар, дальний светфар. Галогенка долбанная. Габариты. Ближний, дальний. Соответственно. Стопачок у нас там сзади горит. Ну, очень, прям, очень ярко. Там прям пересвет такой лютый по этим лампочкам. Я бы их сделал поменьше. Поворотники у нас, получается, запитаны куда. И вот не понимаю, где они у нас. А, они у нас включаются вместе со стопаками. А на самой будке они у нас не работают. Тут у нас задний свет включается. Ну, тоже весьма такой яркий на самом-то деле. Так, нам надо проверить что? Аварийку спереди, как у нас бегают эти полосочки. Ну, видите, они как бы перемаргивают немножечко. Да, есть такая проблема. То есть, вот это нужно настроить. Вот не понимаю. Но в какой-то момент нормально вроде пробегает. А в какой-то момент нет. Она, получается, слева от нас в фаре, на правой, да. Если смотреть, ну, как вот от нас, она по левую руку. Она, видите, полоска эта оранжевая. А тут она белая с правой стороны. То есть, ну, тоже как-то это весьма странно все выглядит. Очень странно это все выглядит. Короче, нужно эту всю историю фиксить. То есть, для меня это, по крайней мере, выглядит очень странно. Ну, габаритики, соответственно. Точнее, ближе свет фар и дальний свет фар. Подсвечка сбоку, все имеется. Короче, ребятки. Давайте, наверное, будем подводить итоги. Но, опять же, повторюсь. Сыроватый, все-таки, конечно, мод. Воздуха мало. У нас даже предупреждение загорелось. Пожалуйста, то есть, все это работает. Сыроватый мод. Да, его допиливать, допиливать. Еще раз допиливать. Разобраться с аварийкой вот этой замечательной. Разобраться с клавишами, с пиктограммами на этих клавишах. Чтобы они просто-напросто, ну, не пропадали, да, при включении. И не меняли там текстуру свою. Я понимаю, что загорается зеленым. Это как бы нормально. Но они становятся серыми. Это ночью они загораются зелеными. А так они становятся серыми. Очень интересное решение с зеркалами. Нужно, опять же, подождать настройки более-менее адекватной приборки. И тогда, я думаю, можно, в принципе, ездить. И сейчас, смотрите, реально логотип подсвечивается. Я не знаю, на реальном кинворте так или нет. Но, как по мне, это бред просто... Бред сивой кобылы. Так не должно быть, мне кажется. Это будет просто нереально, дико отвлекать. Но в остальном, в остальном, очень-очень даже неплохо. На этом я, ребят, с вами прощаюсь. Оставляю вас наедине с автомобилем, чтобы вы послушали звуки. Пишите в комментариях, как вам мод, как вам первая версия этого мода. Опять же, повторюсь, ссылку на него оставлю в описании. Добавляйте блока автора в избранное, в закладки. И следите за тем, когда этот грузовик выйдет. Все, друзья, пока-пока. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...